Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Джекаплей. Пришло время рассмотреть подробнее возможности самого загадочного персонажа Sims франшизы, Скилли Хильды. Первое появление этого персонажа случилось как раз таки в самой первой части Sims, потом она снова вернулась в третьей и четвертых частях. В этом видео я хочу более подробно поведать вам об этом персонаже, возможностях, странностях и многом другом. Усаживайтесь поудобнее, так как я перехожу к сравнению Скилли Хильды в Sims, в Sims 3 и конечно же Sims 4. Перед началом ролика не скупитесь на свои лайки и подписку, чтобы я продолжал вас радовать подобным контентом на просторах YouTube. Я слышу как Скилли Хильд открывает свой шкаф, поэтому я отправляюсь в Sims, чтобы ее встретить. Как я уже сказал, Скилли Хильда впервые появилась в первой части Sims, в дополнении Making Magic. Этот взрослый персонаж представляет из себя скелета, горничную, которая проживает в шкафу, и если нужна какая-либо помощь по дому, то она всегда к вашим услугам. Существует две версии Скилли Хильды в игре. Одна из них является уборщицей на общественных участках волшебного города, другую же можно получить в дом, купив деревянный шкаф с ней. Если кослявая горничная находится в шкафу, и вам необходима помощь, то можно щелкнуть по нему и выбрать действия постучать. В моем же случае, удар. Не знаю почему так, но видимо неправильный перевод. Тогда она порадует вас своим присутствием и работой. Скилли Хильда в какой-то степени похожа на Серва, который выполняет также всю грязную работу по дому, но имеет ряд отличий. Что же может Скилли Хильда в Sims? Кормить младенцев. Иногда она может это делать без пробуждения ребенка. Заносить газеты в дом. Уборка мусора, мытье посуды и полов. Скилли Хильда нацелена больше на починку бытовых приборов. Она отремонтирует посудомойку или раковину, прежде чем ее использовать. При этом она не может выполнять такие задачи, как, например, Серва. Ухаживать за садом, готовить еду, развлекать гостей. Гости, которые не владеют магией, придут в ужас при виде Скилли Хильды, а нанятая уборщица убежит напрочь. Если Скилли Хильда выполняет всю свою работу, то она покачивает головой и отправляется снова в шкаф. Можно и самостоятельно ее отправить туда, щелкнув на нее или шкаф, и там появится данное действие. Спустя десятилетия Скилли Хильда снова возвращается в дополнение сверхъестественное. Она также выходит из шкафа. Его можно приобрести в режиме покупки, но при этом теперь можно изменить цвет ее костюма. Это дело происходит в зависимости от цвета гроба. В этой части Скилли Хильда выполняет намного больше действий для дома и симов, чем ее предшественник. При этом она по-прежнему не будет заниматься другими заботами. Она с радостью вымоет полы, уберет грязную посуду, мусор, листву, заправит кровати и выполнит прочие грязные дела. Моя ненаглядная решила так хорошечно пройтись по участку и собрать все листья, которые на нем находятся. И тем самым у меня просто весь участок завален горами этих листьев. Если техника сломана, то Скилли Хильда к вашим услугам. С ней можно только пообщаться, тем самым одинокие персонажи не будут волноваться, а верующие в чудеса Симы получат позитивный мудлет. При этом с ней нельзя подружиться, и ее пентаграмма не будет отображаться на панели отношений. Если у семьи имеется собака, то в свободное время она сможет заняться ее дрессировкой. При возникновении пожара Скилли Хильда будет тут как тут. Когда она находится на участке и к Симам пробрался вор, то она сразу же полезет с ним в драку и победит его. В данной ситуации даже не нужна сигнализация, у Симов и так хорошая защита. В свободное время Скилли Хильда не сидит на месте. Если персонажи решили голышом принять водные артерии, то она может своровать одежду персонажей, что вызовет неприятный мудлет укупающихся. Она может даже немного пригубить, если персонаж за барной стойкой приготовит напитки и оставит их. Скилли Хильда сядет напротив и будет распивать эти напитки. Скилли Хильда не спит и не отдыхает. Она не покинет участок и не будет отвлекаться, ну как сказать, если есть работа, то она всегда к вашим услугам. А если ей будет нечем заняться по дому, она вернется в свой гроб и будет ждать своей работы. Так же как и в первой части, Скилли Хильда выполняет не все задачи по дому. Скилли Хильда не занимается стиркой и не собирает грязную одежду по дому, но может отремонтировать сломанную стиральную машину. Она не ухаживает за детьми, хотя она будет пытаться взаимодействовать с малышами и младенцами, держа их на руках или давая им бутылочку с молоком. Однако ее действия будут постоянно прекращаться. Скилли Хильда, к сожалению, не является хорошей заменой для няни. Тем не менее, со Скилли Хильдой можно оставить детей, если персонажам нужно покинуть дом, а в других взрослых в доме попросту нет. Она не общается и не взаимодействует с пришедшими гостями. Скилли Хильда не занимается садоводством. Скилли Хильда не получает оплату как горничная, при этом стоимость ее услуг будут входить в сумму коммунальных счетов. Если на участке имеется проглотец людоедия, то при попытке съесть Скилли Хильду, коровка выплюнет ее. Горничная при виде Скилли Хильды с истерикой уволится и оставит данное сообщение. Персонажи с чертами характера трус или нервный могут мгновенно убежать в другую комнату при виде Скилли Хильды. Скилли Хильда порадовала фанатов своим появлением в Sims 4 с каталогом «Паранормальная». В этой части разработчики решили отказаться от привычного нам шкафа и заменили его призывом через спиритический сеанс. Скилли Хильда выглядит так же, как и ее подруги из предыдущих частей, но при этом она имеет намного большие возможности и отличительных моментов. Скажем так, она стала более продвинутой. Для того, чтобы призвать Скилли Хильду, Симам необходимо обладать третьим уровнем навыка ясновидения и столом для спиритического сеанса, нажав на который появится действие о призыве. Скилли Хильда появляется в доме на некоторое время, чтобы помочь заботами и заняться кое-чем интересным. В присутствии Скилли Хильды Сим будет испытывать напряжение. С помощью того же стола активный Сим может превратиться в Скилли Хильду на 4 часа. При этом костюм может отличаться. Скилли Хильда уберет весь мусор в доме, вымоет полы, уберет грязную посуду и даже будет ухаживать за садом. Также она починит все сломанные объекты в доме, если таковые имеются. Помните, как в университете Симы в общежитии доставали еду из ниоткуда? Так вот, этим промышляет и наша ненаглядная. При этом она очень часто достает только пироги и шоколадное печенье, а также загадочный напиток. Если этот напиток выпьет костлявое, когда приходит забрать персонажа, то она может помиловать его и не будет забирать его душу. В этой части Скилли Хильда очень общительная персона. С ней можно пообщаться на различные темы, как с обычными персонажами. При этом Скилли Хильда очень романтичный персонаж. Она не прочь пококетничать с кем-нибудь. Дело может дойти и до вуху с ней. Меня Сим 4, если честно, не перестает удивлять в этом плане. То в деньгах, то в мусоре, теперь со скелетом. Скилли Хильда не реагирует на голодных детей и питомцев. Она никак с ними не взаимодействует. Можно заметить, как Скилли Хильда крутится возле зеркала. Видимо, очень любит себя. Она любит в свободное время выпить воды. Вопрос, куда? Блин, как обычный персонаж, берет постоянно эту воду и распивает ее. А как насчет того, что она может принять ванну? Когда она принимает ванну, можно заметить обличие девушки. Скорее всего, это та самая дама, которая в дальнейшем стала костлявой горничной. Скилли Хильду можно принять в семью с помощью кода. Она творец, семьянин, частюля, домоседка и храбрая. Стремление всей ее жизни, счастливая семья. Что по итогу могу сказать? Я на самом деле рад, что в этом сравнении не фигурировала двойка. Только потому, что мне не пришлось тратить свои последние нервные клетки на ее вылеты. А так я хочу выделить Скилли Хильду в Sims 4. Казалось, что разработчики с функционалом каталога могут ее урезать. Но нет. Обидно, конечно, что она лишилась своего эконического шкафа. Но, как говорится, время не стоит на месте и наша подруга сменила способ своего появления. В тройке, скорее всего, разработчики решили ограничить ее возможности из-за того, что там были другие персонажи, которые могли бы выполнять и другие задачи. Хотя в четвертой части она тоже чем-то доограничена. Что вы думаете о сравнении и где она вам больше нравится? Пишите свое мнение в комментарии. Тем временем пришло время прощаться. Не забывайте ставить лукасы, подписываться на мой канал, социальные сети и предлагайте новые темы для сравнения. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видеоролике. Покедова!